точно абсолютно мы рождаемся на эту землю не для того чтобы вкусненько поесть поездить в хороших машинах я не знаю поспать в красивой кровати умереть поэтому абсолютно очевидно люди хотят даже не просто жить в комфорте они хотят жить удивительной жизнью если вы не победите утро то вы не победите жизнь дает тот получает кто себя забывает от себя обретает интересная мысль наоборот говорят обратите все на себя почувствуйте себя услышьте себя жизнь любого взрослого человека это два полюса между хочу и должен и мама всегда говорила держи день эта фраза держи день ну то есть если тебе есть что дать ты щедрый если тебе нечего дать ты не щедрый ты скряжный поэтому вот надо наполниться мне кажется вы это понимаете наполнится красотой наполнится благодарностью наполнится тем что ты будешь течение дня отдавать и соответственно формула больших денег заключается в том чтобы создать понятную и устойчивую ценность для большого количества людей либо огромную ценность для небольшого количества людей деньги это просто аплодисменты этого мира за то что ты ему даешь давай и цитату сначала заплати себе список дел которые мы должны сделать список дел поэтому можем сделать и список дел которые мы в итоге делаем так разных списках а как вы с детьми общаетесь на тему денег то что это иллюзия думать что мы воспитаем людей которые самого начала будут на правильном питании очень правильно следить за собой никогда в жизни не матернуться и буду знаете там ложкой вилкой и ножом аккуратненько есть мне 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 это человек фейк а тот кто говорит тебе 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 это человек бренд человек который воспитан вне красоты у него и мысли рождаются другими если я нужен кому-то из тех людей которые для меня дороги я есть александр белгороков окончил факультет журналистики ростовского госуниверситета в 21 год основал собственную телестанцию на юге россии александр и к говорит на русском английском итальянском и кабардинском языках побывал 70 регионах россии эксперт и ведущий тренингов интерньюс фонда развития информационной политики за 12 лет работы бизнес-тренером и консультантом провел более тысячи тренингов совладелец и бизнес-тренер консалтинговой компании основатель и владелец белогорков бизнес-скул любимая цитата александра выберет цель ресурс найдется махатмы ганди александр очень рады вас видеть здесь в якутии насколько мне известно уже много раз вы приезжали к нам я тоже очень рад видеть и очень рад быть здесь с вами хочется поговорить ну на разные темы о жизни о жизненном опыте также маркетинге рекламе продажа собственно чем вы и занимаетесь но сейчас бы хотелось поговорить больше о поиске себя на поскольку очень многие люди сейчас находятся поиски себя люди которые работали всю жизнь там в одной профессии меняют резко кардинальным жизнь находит то что радует и увлекает да и наслаждаются жизни в принципе как бы кажется что действительно жизнь в этом и заключается да быть счастливым вы в одном своем выступлении приводите цитату на из алисы в стране чудес да если бы каждый занимался своим делом то земля завертелась бы гораздо быстрее чем вертится теперь вот где найти идею где найти то что питает вы на эту тему очень много говорите и на вашем канале социальных сетях но мне кажется что жизнь достаточно банальная штука и развлечь себя как-то иначе кроме как прожить удивительную жизнь то есть не просто сытую а удивительную жизнь я другого способа не знаю точно абсолютно мы рождаемся на эту землю не для того чтобы вкусненько поесть поездить в хороших машинах я не знаю поспать в красивой кровати умереть поэтому абсолютно очевидно люди хотят даже не просто жить в комфорте они хотят жить удивительной жизнью просто не очень понимают как это сделать и когда вы говорите про найти себя обрести себя то здесь ключевой вопрос а кто является бенефициаром моей жизни но выгодоприобретателем такой экономический термин и ответ это не только я вот вопрос который я себе задаю ну вот я родился спасибо большое там богу маме папе вот но при этом всем я ли являюсь единственным выгодоприобретателем моей жизни если человек задаст себе этот вопрос он поймет что нет не он ну то есть да конечно ты выгодоприобретатель ну как минимум там твоя жена твои деточки да и совсем там маленький круг а потом как начинаешь этот круг расширять ты начинаешь понимать что много других людей являются выгодоприобретателем и твоей жизни вот у меня есть девятилетний сын которому я объясняю так ягу сынок что желание по отношению к себе в твоей жизни и так и так появятся то есть мне бы вкусную еду мне бы красивую одежду мне бы велосипедик там да по взрослом состоянии мне был хорошую квартиру то есть желание к себе у человека всегда есть но человек счастлив она тогда когда у него искренне появляются без пистолетов виска желание от себя мне бы сделать хорошо а не мне бы сделать хорошо этому незнакомому таксисту с которым я еду мне бы сделать комплимент бармену который наливает мне кофе понимаете то есть как только ты рождаешь желание от себя то начиная с этого момента вопрос о том кого ты обретаешь в себе отпадает почему потому что ну вот мы когда начинали с вами общаться до камеры вы привели марка аврелия который действительно для меня большой авторитет а вот есть еще один большой авторитет царь давид вот он говорил если не ты за себя то кто за тебя но если ты только за себя зачем ты это очень крутая фраза потому что потому что человек обретает себя когда он забывает что он единственный выгодоприобретатель своей жизни как только он начинает думать а от меня кому хорошо и увеличивает этот круг людей кому от его хорошо то происходит и обретение себя самого потому что мы всегда отражение если мы замыкаем экосистему до уровня себя самого то это всегда депрессия всегда мне чего-то недодали всегда ах боже мой меня недооценили какие-то обиды и прочие грехи поэтому очень очень важно для того чтобы обретить себя забыть себя ибо кто дает тот получает да кто себя забывает от себя обретает интересная мысль но сейчас же очень многие наоборот говорят обратите все на себя почувствуйте себя услышьте себя поскольку мы всегда находимся вот там среди шумов на социальных сетей всегда система тебя что-то требует работа что-то требует и люди действительно забыли да про хочу да все время надо 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 жизнь вообще это такая диктатура вы сами сказали что мы находимся среди шума я не стесняюсь выражениях и вообще говорю что жизнь 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 это много пистолетов виска это огромная диктатура ну там например мы привыкли к тому что работа это диктат ну то есть хотите вы не хотите вы должны брать интервью хотите не хотите выйти на работу хотите не хотите хорошо выглядеть в том числе да это диктатура но если мы думаем что семья это не диктатура мы тоже ошибаемся хочу не хочу холодильник должен быть полный хочу не хочу там школы и садики моих детей должны быть оплачены обязательства это диктатура да мы 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 стараемся от нее уйти но вообще человек без диктатуры это плохо мы называем это свободой думая что свобода это однозначно хорошо а диктат это однозначно плохо но любая свобода ничем не контролируемая приведет к вседозволенности а любая диктатура ничем не контролируемая приведет к тирании поэтому из такой термин демократура это не мной придуманный термин я его очень люблю это когда есть с одной стороны то что ты должен а с другой стороны то что ты хочешь и вообще счастливый человек, это человек, который переженил эти две вещи. Жизнь любого взрослого человека – это два полюса между «хочу» и «должен». И «должен» – это неплохо. Это неплохо. И «хочу» – это неплохо. Это как южный и северный полюс сравнивать. И то, и другое – это хорошо. Мы счастливы тогда, когда то, что ты должен, есть то, что ты хочешь. Понимаете? Это абсолютно очевидно. Поэтому, когда вы говорите «услышать себя», безусловно, нам нужны заповедники без диктата. Нам нужны. Нам нужно, как у итальянцев, моих любимых, знаете, есть такая фраза «C'è cosa facciamo oggi? Niente». Что мы будем делать сегодня? Ничего. То есть, если вы смотрели фильм «Ешь, молись, люби», там есть тоже такое выражение «Dolce for niente». Дословно переводится «сладость ничего не делания». Ну, например, там, что такое китайская чайная церемония? Вот я недавно был на китайской чайной церемонии. Они говорят, прелесть не в том, что сейчас происходит, а в том, что кроме этого сейчас ничего не происходит. Понимаете, да, разницу? Вот. Поэтому один из больших, не люблю это слово, лайфхаков, да, но таких радостей нашей жизни заключается в том, что что бы ни происходило, быть абсолютно внутри этого процесса. Ну, то есть, например, мы с вами сейчас общаемся, и в этом мире для меня сейчас ничего не происходит. Ну, можно так сказать, потому что несчастный – это несичастный, понимаете? Да, вот, вот, вот. И ты не думаешь, как я буду выглядеть, что скажут люди, а что будет завтра. Мы сейчас общаемся, ничего другого не происходит. Да, и очень интересная штука. Если вы должны взять интервью у меня, то вам это не нравится. Но если вы хотите со мной общаться, вам это нравится. И диктатура превращается в демократуру. Понимаете, какая интересная вещь? То есть, вы делаете то, что хотите. Понимаете, если фраза начинается «каждый человек должен», то все, что будет после этого, некорректно выражаясь юридическим языком, ничтожно. Потому что нет такого, что человек чего-то должен. Потому что у каждого своя авторская жизнь, у каждого свои рецепты того, что он должен и того, что он хочет. Но я абсолютно убежден в том, что если человек не отдает или понимает, что то, что он создает, не создает ценности для других людей, он не будет счастливым. Он не будет счастливым, даже если он будет круглыми сутками ходить по спа-салонам, понимаете, и есть самую вкусную еду на свете. Как только человека от него отрезать созидание, то есть создание ценности для других, он тут же скукожится до уровня маленького человечка. А в статусе маленького человечка ты не можешь быть счастливым. Предположим, человек всю жизнь преподавал и ушел на пенсию. И вот, начиная с этого момента, у него есть выбор. И этот выбор, самый главный вопрос – это, а как я могу, а, быть максимально полезен людям, и, б, чтобы мне эта полезность нравилась. Чтобы я делал то, что я должен дать другим людям, потому что должен дать это приказ, и чтобы я это хотел делать. И если эти две вещи совпадают, он может хоть крестиком вышивать, хоть банщиком стать, хоть чем угодно, потому что, если он это любит, то это всегда вот прям, прям то, что нужно, понимаете. И я вообще любому человеку советую сесть и думать, а что же я люблю? Что же я на самом деле люблю? Я задаю себе вопрос, а вот если бы я не был, например, бизнесменом, который создает клиентские потоки, то есть все, что я умею, это создавать клиентов моим клиентам. Не знаю, я бы подумал там о том, чтобы быть священником, например, мне очень нравится. Я бы подумал о том, чтобы быть комментатором итальянской серии А, например, потому что я болельщик футбола, и мне это очень нравится. Я бы подумал о том, чтобы преподавать детям шахматы, потому что мне это очень нравится. Вот, и вот то, что ты любишь, очень важно время от времени делать частью своей жизни частью своей жизни из такой знаменитый рикардо саймлер и не знаю если вы не знаете очень советую и если вы телезрители не знаю тоже очень советую это бразильский миллиардер который у него и знаменитое выступление на ю тюбе который называется предсмертные дни а такое странное название вот он говорит что однажды посмотрел фильм с джеком николсоном и морганом фриманом пока не сыграл в ящик возможно вы смотрели да и он говорит что вот это англосаксонская культура очень очарована тем что когда человеку мало остается он вдруг начинает делать то о чем всю жизнь мечтал и рикардо саймлер сказал я решил не ждать пока мне поставят такой диагноз и делать то о чем я мечтал и вот я это делаю в своей жизни то есть я думаю у меня нету к слава богу там никаких страшных диагнозов но время от времени я делаю то о чем я мечтал как ну вот знаете как это очень интересно это это тебя делает цельным то есть ты действительно делаешь то о чем ты их то что ты хотел сделать это иллюзия что мы не можем этого делать мы можем делать то о чем а из последнего какую свою мечту вы притворили в жизни но это не то чтобы мечта вот например есть такая компания ама crm не знаю можно делать рекламу или нет только миша таковинин не могу сказать мой друг но мы хорошо знакомы мой товарищ и вот он проводил а маконф недавно большую ама конференцию это в тб арена это 10 тысяч человек в зале 70 тысяч смотрят и вот он говорит я саша видел что ты хочешь быть комментатором итальянской серии а в пост какой-то я тебя не корректирую но это в тб арена это спортивная арена хочешь ли ты прокомментировать а маконф и у меня был очень интересный опыт когда на сцене были вот но я не знаю там разные разные бизнесмены серьезные большая конференция 10 тысяч в зале 70 тысяч в ютюбе и я это комментировал то есть это же это же по сути дела и есть быть комментатором итальянская серия поэтому когда вы знаете люди же верят когда ты импульсы посылаешь они к тебе приходят и я вот посылаю импульсы чего хочу недавно например я я серьезно занимался шахматами это моя старшая дочь что занимала шахматами и ну вот я в поселке в котором я живу в такой деревне буржуйской под москвой в чате бросил что я хочу позаниматься с детьми и пришли какие-то дети и мы сидели я с ними занимался шахматами то есть было интересно очень когда-то я посетила форум где вы были спикером открытием было узнать что когда становится очень скучно бывает что окружение тоже начинает не то чтобы надоедать да вот превращается вот это все в рутину напишите сами интересному человеку и пригласите на завтрак я до сих пор практикую очень интересно очень полезно также вы даете тоже прекрасный совет если вы не победите утро то вы не победите жизнь работает сто процентов работает смотрите то есть поговорка которую вы наверняка слышали как встретишь год так его и проведешь да но год это огромный отсек времени и человеку очень трудно держать дистанцию в год но держать дистанцию в день ты всегда можешь я маминкин сынок мама уже нет в этом мире там лет 8 или 9 но при этом всем я до сих пор чувствую себя маминкин сынком это один из самых великолепных статусов в моей жизни и у меня есть много майк с цитатами моей мамы и мама всегда говорила держи день эта фраза держи день ну то есть я помню когда я уже был взрослым человеком я прилетел в разных городах в общем с мамой жили и я говорю анагас но как дела не так устал стал маленького мальчика включать она гадится ног пока твоя щека не коснулась подушки ты не устал и она гала встал утром поблагодарил всех кого можешь поблагодарить бога семью так далее так далее и держи день и вот я так живу каждый день то есть я встаю утром надо начинать взять нас благодарности независимо от вашей веры или отсутствие веры конфессиональности я убежден что день надо начинать с благодарности то есть если вы там верующий с молитвы есть неверующий просто представьте себе как это ты родился утром у тебя нету контракта что ты родишься утром это подарок то есть день жизни это подарок и очень многие рождаются в этот день с ощущением блин сегодня на работу а и плохая погода ты сам все портишь надо родиться вот я рождаюсь в этот день и говорю там господи там спасибо за мою семью что я живой здоровый и мне сегодня там предстоит очень интересный день я смогу сегодня пообщаться с очень интересными людьми я смогу сегодня выступать на форуме быть полезным огромному количеству людей спасибо за радость быть полезным людям да за то что я же и ты наполняешься ты большой благодарностью да то после этого этот день надо пойти радостно и энергично то есть я всегда советую начинать день с красоты и благодарности красота это может быть красивая музыка я очень советую не есть как американцы get one hand it то есть какой то то что можно есть одной рукой на ходу да сделайте красивую тарелочку положите в нее какую-то красивую еду включите там андреа бачелли я не знаю там всех по всех пообнимайте постойте долго под душем то есть это вот неспешная радостная даже не обязательно спортивная хотя тоже хорошо да то есть у кого у кого какой сценарий поэтому если мы день начинаем с красоты и благодарности и понимаем что пока день не закончится мы будем отдавать радостно и щедро то это будет хорошо вот если вы задумаетесь все что мы ценим в людях щедрость благородство не скряжность да во всех смыслах это от того что тебе есть что дать ну то есть если тебе есть что дать ты щедрый все тебе нечего дать ты не щедрый ты скряжный поэтому вот надо наполниться мне кажется вы это понимаете наполнится красотой наполнится благодарностью наполнится тем что ты будешь в течение дня отдавать и отдавать абсолютно щедро почему потому что что если ты будешь думать, я буду нещедрым, потому что мне самому не хватает, конечно, ты будешь нещедрым. Вся нещедрость, искряжничество происходит, тебе не хватает. А тебе должно хватать. Ты наполняешь свое утро прежде всего благодарностью, во вторую очередь красотой, в третью очередь энергией, может быть, каким-то спортом, правильной едой. И потом ты красиво это несешь в течение дня. Потом щека касается подушки, ты засыпаешь, наступает новое утро. И вот Бог дает всегда сил на один день, а завтра, завтра будет завтра. Вот один день проживи красиво, а завтра будет завтра. Также хотелось бы поговорить и о деньгах, об энергии денег, о котором сейчас очень много говорят. Один портал откроешь, другой пишет, другой интервью откроешь, тоже совершенно другая версия, про десятину. Обязательно нужно платить, давать на благотворительность от своего заработка. И как вообще привлечь и окружить себя вот этой энергии денег? Это два вопроса, как минимум. Первое, как взять, а второе, это как распределить. Слушайте, есть такая фраза, хотелось бы на личном примере убедиться, что не в деньгах счастье. Ну, у меня получилось, у меня получилось. То есть, в общем, я не могу назвать себя там мультимиллионером, но я очень обеспеченный человек. И я живу сейчас с ощущением, что денег нет. Это придумка людей. Это придумка людей, потому что точно деньги – это не цифры на счетах, деньги – это не бумажки. Вообще, если задуматься, то самая простая формула больших денег – это ценность для большого количества людей. Вот просто подумайте, что если мы встанем в ботинки того человека, которого мы называем клиент, то чтобы человек, которого мы называем клиент, не покупал, он всегда покупает что-то, что он считает ценностью для себя. Но человек покупает кофточку, он считает ее ценной для себя. Человек покупает чай, он считает это ценным для себя. Человек покупает даже алкоголь, прости господи, он считает это ценным для себя. Обучение для своих детей – ценным для себя. То есть, любой продукт или услуга, ну, неважно, продукт или услуга, то есть, по большому счету, это лишь материальное воплощение того, что люди считают ценностью для себя. То есть, соответственно, формула больших денег заключается в том, чтобы создать понятную и устойчивую ценность для большого количества людей либо огромную ценность для небольшого количества людей ну то есть например возьмем пример какой-нибудь международную компанию которая продает бургеры например да такой бургер это ценность это не самая большая правильное питание люди хотят быстро и вкусно поесть соответственно если ты создал ценность под названием быстро и вкусно поесть для огромного количества людей ты разбогател или например отдельно взятый таксист он создает ценность по перевозке из точки а в точку б какого-то количество пассажиров а яндекс такси создает эту же ценность для огромного количества людей то есть если твоя ценность не очень велика например бургер или перевозка то тебе надо создать эту ценность для огромного количества людей тогда ты по чуть-чуть по чуть заработаешь большого количества рынка да если ты допустим делаешь маникюр и делаешь там ну пятидесяти женщинам в день маникюр то ты будешь кормить семью если делаешь миллионам женщинам маникюр ты будешь богатым человеком понимаете да то есть но ты можешь заработать создавая для маленького количества людей ценность но тогда ты должен много взять за эту ценность например ты можешь быть хирургом который делает 10 операций в месяц но за каждую операцию тебе платят очень много денег потому что тот кто платит для него это огромная ценность эта операция понимаете да это про количество больше это это про ценность то есть я всегда говорю бизнесменам любым что когда вы дел думаете о деньгах не думаете о деньгах думаете о том как создать ценность для большого количества людей и деньги к вам придут но потому что деньги это просто аплодисменты этого мира за то что ты ему даешь ты даешь людям ценность а люди возвращают тебе вниманием теплом заботой и деньгами то есть деньги это просто форма вознаграждения за ту ценность которую ты даешь людям поэтому это первая и самая простая формула как заработать большое количество денег ну то есть практически невозможно в найме практически невозможно в найме да то есть ты можешь кормить семью в найме но ты не можешь заработать огромных денег в найме что касается как отдавать то что ты получил здесь десятина это ли не десятина видимо эта традиция либо той системы верований в которой ты находишься но то что отдавать надо это факт ну потому что ну хотя бы элементарная логика подсказывает что у тебя много денег ну хоть тресни ты не можешь там ездить на 800 машинах ты не можешь ездить на там облетать весь весь мир там на частных самолетах поэтому что-то будет с избытком я абсолютно верю в то что это пословица и поговорки как аукнется так и откликнется или что посеешь то и пожнешь на языке физики это звучит сила действия равно силе и противодействия на языке метафор это маятник с какой амплитудой влево качнется такой же в правой там есть такая сентенция кто любит тот любим кто светил тут и свят знаменитая песня который гребетчиков поет город золотой поэтому конечно ты обретаешь отдавая и дальше начинается вопрос сколько и кому ты можешь отдавать только своей семье ты можешь отдавать своему роду ты можешь отдавать незнакомым людям ты можешь отдавать фонду главное не откупиться вот что идет речь потому что мне кажется что если ты откупаешься не участвуя деньгами но не участвуя пэшн да как как у гумилёва пассионарностью энергии то это очень плохо ну например там ну поскольку там мне в неважны ценности христианства я например разговариваю с нищими то есть не просто отдаю и меня многие не понимают я иду например вижу нищих на паперте и этом даю денег и с ними разговариваю да и не это зачем ты это делаешь но я это делаю потому что этому человеку одиноко он конечно нужно ему деньги но ему нужно ощущение что он есть понимаете что от него не откупились монеткой и ты с ним разговариваешь и возможно для него это событие дня да то есть для тебя там не самая важная часть дня для него это события дня а возможно и больше чем одного дня поэтому что ты дашь это всегда другой вопрос ты можешь дать денежку ты можешь дать время ты можешь дать энергию но поскольку мы с этого начали ты не единственный бенефициар твоей жизни то тебе надо взять и надо дать если ты этот круговорот купируешь то ты и брани оккупируешь что тебе надо и отдавать и получать и отдавать и получать да это очень полезная информация с хорошими намерениями да у вас очень много рекомендаций разных интересных книг отслеживаем смотрим читаем если находим время конечно сложно иногда бывает достать вы приводите книгу я сделаю вас богатыми да и приводите цитату сначала заплати себе да да это такой британский миллиардер ричард тамплер до знаменитая книжка правила называется правила богатства и там есть это стата из этой книги в правилах богатства есть 40 правил богатства я очень советую эту книгу читать потому что она действительно очень важна и смысл правила сначала заплати себе я попробую объяснить вот у нас есть вещи которые вариативные их называют мягкая а есть вещи которые не вариативные их называют часто жесткая например в течение рабочего дня есть вещи которые вы должны сделать а есть вещи которые можете сделать список дел которые мы должны сделать список дел которые мы можем сделать и список дел которые мы в итоге делаем три разных списка вы делаете список это три разных списка она всегда раз списка делаете каждый день я должна взять интервью этого человека я должна я могу не знаю взять интервью этого человека это должна и могу и в итоге мы делаем разные какие-то вещи в зависимости от того что должны вот что касается денег большинство людей что делает например бизнесменов они говорят так я должен заплатить за аренду но если у меня арендованный магазин я должен дать заработную плату сотрудникам я должен заплатить поставщикам понимаете какая интересная вещь я должен заплатить за жилищно-коммунальное хозяйство то есть как бы вынь да положь я должен заплатить налоги и если что-то останется я заплачу себе свою прибыль то есть смысл вводится в том что надо заплатить себе деньги по умолчанию вы смотрите например мой бизнес на упрощенной системе налогообложения и хочу я не хочу я должен 6 процентов налога с оборота заплатить то есть пришло в компанию 100 рублей я 6 рублей должен заплатить я это должен сделать понимаете иначе у меня будут проблемы у меня есть сотрудники я должен им заплатить заработную плату я вот думаю если бы я не знал правила богатства сначала заплати себе я вот всем заплачу если мне что-то останется то тогда да ничего подобного любые деньги которые вошли в мою компанию я сначала заплачу себе а потом буду думать про налоги про сотрудников врагового года то есть поэтому это очень важно да то есть вот например если вы в найме то любая заработная плата которую вы получаете вы не думаете сначала так детям надо купить чего-то еще сначала надо заплатить за коммунальное сначала надо шины там с зимних на летний с летних на зимний ты сначала платишь себе заработную плату себе а потом уже всем остальным вот эта логика она невероятно важна и смысл заключается в том что ты раскачиваешь таким образом ты точно понимаешь сколько твои деньги никакие другое там дальше стоит вопрос а сколько этих денег куда их инвестировать но это правило очень сильное сначала заплатить себе с любого оборота то есть не налогом не государства о себе как бы с детьми общаетесь на тему денег вот вы как-то их поощряете даете именно карманы либо они зарабатывают сейчас на эту тему тоже очень много говорят ну старшая дочь уже зарабатывает сама я подарил ей квартиру ну в общем это единство что я делал она зарабатывает уже сама младшая ничего еще не зарабатывает на маленькая совсем 4 4 года и с сыном мы много разговариваем по этому поводу конечно я ему рассказываю как создаются ценности я ему объясняю то что объяснял вам что ты должен создавать ценность для людей если не создаешь ценность ты не сможешь заработать мы много говорим у меня есть проект связанный с тем что мы сделаем такую школу условное название анти школа продленка до школа в которой детей возрасте примерно 10-15 лет мы будем обучать тому как зарабатываются деньги именно то есть не как экономистом быть не как финансистом быть за не школа профессия школа предпринимательства для детей мы хотим это сделать с ним это обсуждаем в прошлое воскресенье мы были на конкурсе предпринимательства среди детей в сколково я был жюри он был со мной он это все видел то мои друзья виктор и алла аргуновы делают евразийский форум предпринимателей для детей детей предпринимателей вот конечно мы много по этому поводу разговариваем у него есть карманные деньги у него есть своя банковская карточка он очень алчный парень он любит зарабатывать деньги он считает где и мои деньги 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 его деньги когда он чего-то хочет там кроссовки какие-нибудь и что-то еще то мы часто я говорю марк сейчас не время можно за свои деньги можно за свои деньги купить то есть вплоть до того что я его единственное прошу не растрынки вать то есть у него есть деньги которые можно заработать там хорошим поведением хорошей учебой которые по праздникам прилетают да конечно абсолютно то есть нормально вот поэтому это такая долгая песня мне кажется в интервью трудно я вам могу отдельно рассказать куда это уходит там есть три графы первое это деньги которые самое главное которые ты должен накопить то есть они у тебя есть но ты не имеешь право их растрынка ты должен накопить там хочешь ipad ok хочешь новый телефон ok ну копей почему потому что это очень важный навык не растрынки вать деньги вот и они у тебя есть но ты должен их инвестировать на к накапливаю то есть второй навык это вторая графа это это контролируемые маленькие суммы которые я не знаю куда идут потому что одно дело вот у тебя карточка я вижу мне придет смс а второе это деньги которые я не узнаю то есть в принципе кока-колу нельзя но иногда я закрываю на это глаза в принципе чипсы нельзя но иногда я закрываю на это глаза ну то есть вот знаете маленькие безрассудства которые твои и родители не контролируют то что это иллюзия думать что мы воспитаем людей которые с самого начала будут на правильном питании очень правильно следить за собой никогда в жизни не матернуться и буду знаете там ложкой вилкой и ножом аккуратненько есть поэтому там должны быть заповедники свободные от меня и от мамы но вообще от взрослых вот но они должны быть контролируемые заповедники понимаете праздность хорошо но только праздность это плохо то есть такие говоря о деньгах вот вначале мы поговорили о том что если хотите заработать больше денег создавайте ценности хотелось бы поговорить про распаковку про личный бренд который сейчас очень популярен вы тоже об этом очень много говорите в соцсетях в контенте на форумах что важно сейчас смотрите что стоит за понятием бренд вообще как таковым да то есть я много занимался брендами не личностями а брендами продуктами и самое главное в брендинге это многократно выполненное обещание на чем бренд держится это на обещании которые ты много раз выполняешь ну то есть например там что обещает мне аэрофлот ну к примеру да то есть он обещает что ну скорее всего количество взлетов совпадет с количеством удачных приземлений это будет достаточно хорошим количеством сервиса то есть я думаю ну да это понятное мне обещание что обещает мне там маг обещает мне связь хорошего ощущение что я современный человек ну то есть понятно человек либо слышит словами обещания либо интерпретирует обещание бренда и в него верит то есть суть бренда это ты даешь обещание это обещание для людей понятно и ценно и они тебе верят ингредиенты до понятное и ценное обещание и люди тебе верят то есть если это происходит то все хорошо человек бренд делает то же самое он не может обещать и одно и другое и третье потому что люди это воспринимают не то ни другое не третье поэтому ты должен выбрать какое же обещание ты даешь например я людям говорю очень простые вещи запишите мне записную книжку как пишут дима электрик вася сантехник запишите александр клиенты я говорю где я там будет у тебя клиенты все я не рассказываю простое понятное тупое в каком-то смысле обещания и люди тебе должны верить и дальше стратегия дятла ты в одну и ту же точку это заговоришь это суть брендинга поэтому чем бы ты не занимался ты должен давать понятное и ценное обещание которому люди верят теперь в чем разница между людьми которые снимают контент и пилят рилсы и те которые действительно бренды у меня есть в лексике понятия люди бренды и люди фейки вот что такое человек бренд человек бренд это человек который дает людям ценность он всегда от себя ну например мой критерий каждый мой пост каждая моя единица контента должны быть мини-тренингом то есть я не хочу показывать вот я сейчас в якутии на красивой даче да вот там через три дня я полечу в гонконг а вот я сейчас там на виктория пик слушайте вот это превращает свою жизнь ярмарку тщеславия ну я не тетерей понимаете я не должен этого делать то есть бренд это тот тот дает людям до человек бренд он в рамках того обещания которое дает приносит мини-тренинг то есть каждый мой пост это мини-тренинг логика очень простая если я где-то показываю свой лайфстайл ну чтобы люди видели мою идентичность а мою аутентичность мою подлинжение не выпендриваю что я так оживу а что касается человека фейка это человек который мне бы мне бы мне бы лайки мне бы подписчиков мне бы клиентов да то есть понимаете то есть ты не можешь быть серьезным брендом если у тебя не понятное обещание и она не ценное обещание понимаете например вот мне это как же там симпатичные девчонки которые просто танцуют рилс ягу они дают абсолютно понятное обещание у тебя тяжелый рабочий день открой посмотри на мои бедра посмотри на мою рыбку расслабься ну конечно это понятное обещание да то есть она понятная она ценная и соответственно человек это смотрит но у меня нет таких конкурентных преимуществ как красивая внешность как молодое же там женское тело поэтому я должен превратить вот эту историю там вот так ты получишь клиентов а вот так есть лайфхак и воспитания детей а вот так ты можешь создать ценность для других людей то есть я превращаю свои единицы контента в мини-тренинги и таким образом отдаю если бы я думал вот бы мне лайков поставили вот бы мне подписчиков я был бы человеком фейком потому что мне 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 понимаете вот тот кто говорит мне 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 это человек фейк а тот кто говорит тебе 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 это человек бренд вот и конечно же надо понимать что любой личный бренд это самопредъявление вы назвали это словом распаковка это самопредъявление но элементарный здравый смысл подсказывает что невозможно самопредъявиться не самопознавшись поэтому поэтому понимаете если ты предъявляешь людям ложного себя то люди не дураки они это заметят поэтому перед тем как строить бренд нужно понять а кто ты на самом деле нигде ты социально желательный нигде ты такой чтобы люди сказали о какой-то прикольный а где ты настоящий где ты игрушечный поэтому если ты а настоящий какой есть если ты для людей они для себя то люди встанут под твои знамена если ты социально желательный и если ты мне 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 то люди скажут не про меня чтобы быть брендом ты должен быть настоящим и ты должен быть дающим ну и вот я хотела задать вопрос про конкурентную среду личные бренды это как раз таки но есть репутация да есть отдельные люди талантливые успешные яркие а есть человек бренд который под среди ярких талантливых особо выделяется особо яркий что важно тогда в распаковке руки искренность быть настоящим смотрите есть вот шкалы на эквалайзер такой знаете вот наверняка да и есть несколько вещей это не я придумал я не психолог ни разума понятно что и вы и я и все остальные что-то психологическое читали есть несколько шкал в которых люди всегда оценивают другого человека если ты в спортзале люди годну спортивной и спортивной вот они так оценивают люди очень часто оценивать 2 сквозь призму юмора или неюмо а ну вот например если вы веселая то люди говорят, класс, веселая, супер. Понимаете? И они вот так вот оценивают. Люди оценивают очень часто людей сквозь призму интеллекта. Я лично считаю, что интеллект – это перейдутая ценность современности. Есть огромное количество людей, которые кичатся и превращаются в снобов от того, что они интеллектуальны. Например, я отдаю себе отчет, что я не глупый парень, я же реалистичный, но я не кичусь совершенно своей образованностью. Мне повезло, я вырос среди интеллектуалов. У меня мама театральный критик, папа журналист, брат философ. Это не моя заслуга, я просто в этой среде воспитался. Я гораздо больше дорожу своими человеческими качествами, чем интеллектуальными. Но люди будут воспринимать вас сквозь призму, какая у вас речь, как вы настроены. Поэтому огромное количество ей шкал, в которых вас воспринимают. И моя логика заключается в том, что в тех шкалах, в которых вы сильны, покажите это людям. А в тех шкалах, в которых вы не сильны, просто скройте это. Например, если я силен в итальянском языке и в Италии. Я отдаю себе отчет, что людям скорее нравится Италия, чем нет. Людям прикольно, что я быстро выучил итальянский язык, и могу немножко болтать по-итальянски. Я понимаю, что это моя сильная сторона, этот эквалайзер я показываю. Но я человек не спортивный. Пляж это не то место, где могу впечатление произвести. Вы никогда не увидите мою фотографию из спортзала. Хотя я хожу в спортзал и плаваю почти каждый день. Понимаете? Почти каждый день я в бассейне. Но это все не сильная сторона моя, поэтому я это скрываю. Поэтому смысл в том, что посмотрите на те шкалы, которые есть. И где вы сильны – покажите, где вы не сильны – промолчите. Про Италию давайте поговорим. Вы очень любите Италию. И не просто говорите об отдельных интересных местах, а именно приводите культурный код, менталитет, какие-то интересные цитаты о любви к жизни. Что еще вы можете, с чем вы еще можете поделиться? То, что не на поверхности, да? Вот то, что мы будем сегодня заниматься ничего не деланием. Что еще интересного есть у этой культуры, у этого народа, кроме как вкусно есть, никуда не торопиться и ничего не делать. Слушайте, это вот очень интересная штука, потому что я когда задаю себе вопрос, а почему меня и жену тянет в Италию? Потому что итальянскую одежду я могу купить и в Москве. Я знаю почти все итальянские рестораны и дружу с шефами, которые там есть. Я могу есть и в Москве. То есть никаких проблем здесь нет. Вот есть модное слово вайб, да? Вот этот вайб, который мы можем там поймать. Что я ценю? Я очень ценю, во-первых, красоту. Когда мы говорим про утро, для меня это очень важно. Итальянцы говорят «манджи латуе окки», дословный перевод «корми свои глаза». И это то, чего мне катастрофически не хватает в подавляющем количестве мест на моей любимой благодатной России, которую я тоже безмерно люблю. Почему там многие люди любят Питер? Потому что там, во всяком случае, от Адмиталтейского шпиля до Московского вокзала ты понимаешь, что это все выстроили итальянцы, и ты кормишь свои глаза. Это одна из причин, почему мы любим Питер. В Москве много таких мест, но кусками. В Казани много таких мест. Мне очень в Якутске нравятся люди. Очень. И когда я вижу из окна автомобили или прогуливаюсь, я бы добавил красоты архитектурной. Без обид, ради Бога. И это подносится почти каждому городу. Поэтому, вот например, кормить свои глаза я очень люблю, в том числе в Италии. Мне кажется, вот то, что они сделали через красоту, это прямо очень здорово. У них есть такая поговорка, что Бог нам дал красоту, чтобы нам было легче его понять. Вот очень красиво. Или, например, если вы были в Турции или в Египте, вы знаете, что там есть такие специальные люди, они называются хантеры, которые приглашают вас в кафе поесть. Там, заходи, вкусный кебаб, вкусное что-то. А вот, например, очень интересно, как итальянцы зовут тебя в ресторан. Ты идешь вдоль берега моря, стоит такой невероятно красивый официант, он же хантер, и он говорит, например, «кей беле манджаре кон виста сульмаре», он говорит, «как прекрасно поесть с видом на море». Он тебе про еду вообще ничего не говорит, он тебя зазывает на красоту. То есть, итальянцев настолько красота пронизала все, что мне кажется, что любой человек должен это увидеть, чтобы просто понять, как красота меняет его жизнь. Дизайнеры говорят, глаз не обманешь. Человек, который воспитан вне красоты, у него и мысли рождаются другими. Знаете, есть такая психологическая обманка. Если человек кажется нам красивым, он кажется нам хорошим. Это не так. Мужчина смотрит на красивую женщину, и он ее наделяет какими-то классными качествами. Такими, ну, он говорит, она хорошая. Нет, вообще не факт. И она возникает. То есть, поэтому, когда мы видим невероятное количество красоты, то это не может по-хорошему не деформировать тебя. Кстати, опять же, вот в итальянском языке, вот мы говорим, сначала мы говорим прилагательное, а потом мы говорим существительное. Современный дом. По-итальянски будет la casa moderna, то есть, дом современный. Но для двух слов исключение. Только для слов красивый, bella donna, вы знаете, красивая женщина, да? И для слова великий. Roma e grande, grande, это великий. Roma e grande cita, Рим, великий город. Ну, то есть, все остальные слова будут сначала существительные, потом прилагательные. Но для двух понятий величие и красота есть исключение. И вот это самое главное вообще в великой итальянской культуре – это величие и красота. Все абсолютно, как логарифмическую линейку, прикладывать к этому величие и красоту. Я очень люблю, допустим, их знаменитую поговорку «Если ты выигрываешь в мышиной возне, ты все равно остаешься мышью». Это вот меня сильно изменило, потому что если твои мысли о мелком, если твои мысли о некрасивом, то не надо туда идти. И Италия, когда я ее полюбил, она здорово изменила мое мышление. Потому что, когда я общаюсь с людьми, хочу я того или не хочу, я могу проявить эмпатию и сочувствие. Но если человек меня все время зовет, например, «Ой, какая плохая погода, в какое-то уныние, в какую-то мелочность, я скорее не хочу». Как заразиться этим можно, понимаете, заразиться можно, как инфекцией. Поэтому я не хочу постоянно в этом поле проводить много времени, есть риски. То есть я хочу быть среди людей, у которых красивые мысли, у которых великие мысли, у которых идеи как бы дать, у которых идеи как бы сделать мир краше. И это все, конечно, проявилось в поздней итальянской традиции. Потому что это вот то, что мы знаем как «Ренессанс», а итальянцы говорят «Ренешент», «Ренешмента», у них эти выражения есть. Период Гарибальди, период Микеланджело, период Рафаэля – это вот поздняя итальянская культура, примерно стык 15-16 века, когда происходила объединенная земель. Потому что до этого это, конечно, было средневековье, безусловно. А вот с 16 века импульс величия и красоты, он стал, конечно, невероятным. Но величие появилось еще во времена Римской империи. Ну, в общем, такое антиварварство тогда это было. Поэтому я очень советую эту культуру попробовать спроецировать на себя и немножко с этой культурой жить, то есть чувствовать себя немножко итальянцем. Я согласна с вами, поскольку те, кто меня знает, тоже знают, обожаю Италию, тоже как раз таки еду туда почувствовать вот этот вайп, поскольку он, если даже там человек самый бедный, он будет очень счастливый. Вот эти улыбки, вот эта радость, сперва я думала, что может это от солнца, от зелени. Мне кажется, это вот именно действительно в культурном коде. Два последних вопроса. Вы требовательны к своему окружению? Вот вы сказали, что не любите, когда люди плачутся, вот именно гоняют в серость и так серые декорации, но в Москве мало солнца бывает. Слушайте, моя жена называет меня самый плюшевый диктатор на свете. Я не знаю, так это или не так. Нельзя быть требовательным к другим людям, если ты не требовательным к себе. Ну, это как минимум нечестно, не экологично. Когда мы говорим понятие окружения, я очень требовательным к своему сыну, я очень требовательным к своей жене. Это по-разному выражается. Ну, от сына я требую величия. Да, то есть, мне говорят, это жестко, например, он идет после тренировки уставшим. Говорит, пап, я так устал, я говорю, ну иди уставшим. Ну, то есть, предполагает, что я буду как-то помогать. То есть, нет, ничего подобного. От мужчины требуется величие, от мужчины другое, что не упрекает меня в сексизме. От жены я требую бескомпромиссной радости. Ну, то есть, я говорю, мы не должны рождать мысли, связанные с сомнениями. Мы должны рождать мысли, связанные с верой. Ну, то есть, вообще, у нас такой семейный кодекс. Я все время прошу, контролируя, чтобы твои мысли были большими, а не мелкими. Контролирую, чтобы твои мысли были добрыми, а не злыми. Контролирую, чтобы твои мысли были полны верой, а не сомнений. Вот хотя бы вот это. Вот, поэтому мне очень важно, чтобы люди, которых я люблю не впали в уныние, чтобы люди не впали в мелочность, чтобы люди не впали в мелкие стандарты. Вот очень важная вещь. Вот в этом смысле я требователен и к себе, и к тем, кого люблю. Что касается других людей, которые в христианстве называются ближней, тот, который сейчас рядом с тобой. Нет, я не требователен. Что такое друг? Друг это человек, которому ты благодарен за сам факт того, что он есть. То есть я точно не деформирую картину мира этих людей, то есть я уважаю картину мира этих людей. Но смысл весь в том, что если ты в поле сейчас рядом со мной, ну при мне нельзя материться, например. Мне говорят, ну как, это же нормально. Я говорю, ну нет, нельзя материться, и все. То есть кто-то из нас должен будет уйти, если ты это не принимаешь. Ну потому что это бесовский лай, я так считаю. То есть при мне нельзя, например, говорить о каких-то изменах. Ну то есть, например, я организую международные всякие поездки. Вот мы МБИ будем делать осенью с Гарретом Джонсоном, там, не знаю, не в качестве рекламы, но это будет очень интересно, Шанхай или Риад. Вот никто не имеет права, например, поехать с не женой и не мужем. Вот понимаете, есть какие-то вещи, в которых я не хочу участвовать даже косвенно. Современная культура, она превращается в культуру торга. То есть ты мне, я тебе, равновесный обмен, неравновесный обмен, токсичный обмен. Я в эти игры не играю. Если я нужен кому-то из тех людей, которые для меня дороги, я есть. И я понимаю, что у человека может быть и депрессия, и слабость. Значит, я плохо есть. Значит, я недостаточно дал. Слушайте, человеку, если он в том состоянии, когда ему нужна помощь, эту помощь надо давать бесконечно. Если он в этом состоянии. Ну, прям бесконечно. Если ты его возвел в этот ранг, там, своих близких людей. Если не возвел этот ранг, это другая дискуссионная оппозиция. То есть, понимаете, если мне кажется, что мой брат не додает себе в этой жизни, я у него есть сколько угодно. Да, и я нужен буду. Сколько нужен, столько и есть. Потому что, знаете, как мы бесконечно должны прощать близких, потому что мы сами бесконечно нуждаемся в прощении. Мы бесконечно должны давать, потому что мы сами бесконечно нуждаемся в том, чтобы нам давали. Поэтому, не знаю. Если есть запрос от близкого человека, я не остановлюсь, пока я ему нужен. Спасибо, Александр, за интересную беседу. Очень надеюсь, что нашим телезрителям наш гость был полезен и интересен, поскольку столько новых открытий, ваш жизненный опыт очень интересен. И введите блог, снимайте видео, будем следить, смотреть. Спасибо, что вы нашли время для этого интервью и хорошего мероприятия. Спасибо. Я наслаждался каждой минутой. Искренне вам благодарен. Спасибо.